Привет друзья! Расчет российского комплекса РЭП «Красуха-4» рассказал о своей боевой работе на Украине. Комплекс РЭП «Красуха-4» принят на вооружение в 2012 году. Данные по нему все засекречены. Комплекс РЭП 1РЛ-257 подавляет бортовые радиоакционные станции авиации и ракет, а также каналы управления ППЛА на дальности предположительно до 300 км. РЭП «Красуха» использовался и для оглушения сигнала «Старлинг», которые использовали украинские подразделения для связи друг с другом. Одна из главных задач системы — нейтрализация летающих радаров АВАКС. Без их помощи самолеты F-22 Raptor и F-35 с трудом наводятся на цель и не могут полноценно использовать бортовые РЛС. Комплекс РЭП «Красуха-4» состоит из двух машин. В одной находится расчет установки, на другой размещены антенны. Комплекс РЭП «Красуха-4» размещен на шасси КАМАЗ и постоянно модернизируются. Расчет комплекса — до семи человек. Противник осуществляет разведку бортовой радиоэлектронной станции, которая находится на самолете. Мы создаем активные помехи в приемные устройства данного радиоэлектронного оборудования, после чего противник не способен увидеть на своем радаре, почему он прицеливается и почему он хочет нанести урон. Если определенный самолет противника летит на малой высоте, то мы начинаем его отрабатывать, соответственно, создается у него помеха, что он ничего не может видеть и, соответственно, поднимается воздух, где уже наши комплексы ПВО начинают по этому самолету отрабатывать. Вот уже прошло полтора года, и за эти полтора года система ни разу ни в чем не отказывала. То есть работает бесперебойно и безотказно, как швейцарские часы. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все!